Последние выходные августа в северном дворе Нарвского замка всегда проходят под аромат лука, жареной морковки, тушеных перцев и прочих радостей с дачных и приусадебных участков. Постоянный участник фестиваля культуролог Юку Каллерайт отмечает, что, по его мнению, настоящий житель Эстонии должен быть хоть немного поваром. Тут вопросов просто быть не может. Жизнь народа здесь традиционно связана с трудом в поле или огороде, и нынешнее молодое поколение не должно забывать о том, как возделывать землю и как разумно в течение всего года пользоваться ее дарами. Я всегда знаю, что это последняя суббота и воскресенье в августе сейчас. Я всегда здесь, в Нарве, даже никуда не еду, если возможно, потому что этот фестиваль один из моих любимых. Я готовлю луковое варенье с чили и ингвером и с эстонским сладким вином. Традиционно фестиваль проходит в два этапа. Первый день соленый, а второй сладкий. Выбирают самое вкусное, как здесь говорят, закатанное в банку лето. Посетители фестиваля своим билетом могут проголосовать за самое вкусное овощное или фруктовое чудо. Несколько лет назад в фестивале участвовала и тогдашняя супруга президента Ильвиса. Она готовила варенье из розовых лепестков. В этом году высшую награду, великолепный кухонный нож дамасской стали, по итогам двух дней соревнования получил преподаватель Ян Кердо. Опровергнув мысль о том, что лучшие помидорчики или леча могут закатать в банки только хозяйки. Впрочем, дамы в этих состязаниях все-таки составляли большинство. Ну, уже третий год подряд прихожу в Северный двор в последнее воскресенье, чтобы завершить сезон. И сварить здесь что-нибудь такое соленое и сладкое. Поскольку в этом году у меня целое море в саду яблок Антоновка, и я поэтому решила и кислое, и соленое, и сладкое сделать из этих яблок. Да. И в соленый день я делала яблочно-луковый соус для курицы, который идеально подходит под курицу, мясо, и просто так с булочкой тоже можно поесть. Очень многим понравился рецепт. И, как ни странно, банальность того, что это из самых простейших яблок, которые растут почти у каждого в саду, и сейчас как бы очень многие их просто зарывают. Можно сделать прекрасное блюдо. Фестиваль «Лето в банку» традиционно закрывает сезон Нарвского Северного двора. На зимний период во дворе будет тихо, но вновь ремесленниками и гостями двор наполнится уже следующей весной во время фестиваля кузнечного дела. Алексей Иванов, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал.